Подробнее ситуацию с коронавирусом в Азербайджане обсудим с доктором медицинских наук, пульмонологом Адалятом Абдулаевым. Он сейчас подключается к нам на прямой связи. Здравствуйте. Добрый день. Итак, в Азербайджане сейчас сравнительно стабильная ситуация по сравнению с Европой. У нас действуют сертификаты. Ранее в оперативном штабе заявили о некоторых изменениях выдачи сертификатов. Можете о них рассказать, что следует знать гражданам? Ну, то, что существуют сертификаты у нас, это положительный момент. Они существуют во многих странах, в европейских странах. Сертификаты о вакцинации дают возможность посещения различных мест, где существует скопление населения. То есть вероятность заражения в этих местах значительно уменьшается. Последнее сообщение было о том, что сертификаты будут постоянными в случае проведения бустерной дозы вакцинации. Я думаю, что, хотя, может быть, это кому-то и не нравится, это обезопасит нас же от случаев заражения коронавирусом. Тем более, сейчас новый штамм омикрон, который, правда, еще не совсем известно, как себя поведет. У нас в стране еще не зарегистрированы случаи заражения этим новым штаммом, но вокруг странах, в России уже есть, значит, в Европе очень много таких случаев. А поскольку границы открыты, я думаю, что в ближайшее время в Азербайджане тоже будет обязательно зафиксировано заражение новым штаммом омикрон. Да, действительно, скорее всего, так и будет. И вот что известно сейчас об этом штамме омикрон, насколько он опасен, вот если сравнить его со штаммом дельта, вот какие сейчас имеются данные? Вы знаете, я не думаю, что он был значительно опаснее, чем дельта. Во-первых, по сообщению врачей Южноафриканской Республики, они вообще говорят, что эта болезнь, она дает головные боли, недомогание, не бывает температуры. Значит, буквально через 34 дня все эти симптомы проходят в основном. Значит, тревога вызывает то, что штамм мутировал много раз и ожидается, что он может быть более большим количеством инфицирования населения. Это может быть. Но я тоже оптимист, я смотрю будущее смело, думаю, что вряд ли это будет, потому что хочу вам напомнить, этот штамм известен несколько месяцев назад. Значит, напомню, что тогда его пытались назвать вирусом Нью, но потом из-за того, что Нью могли спутать с английской аббревиатурой Новый, потом они подумали, что может быть ВОЗ решил Си тоже не называть, поскольку это созвучно с некоторыми фамилиями, поэтому они назвали его Адмикрон. То есть этот штамм вируса существует несколько месяцев, и он только-только стал выходить за пределы Южноафриканской республики, страны Бонсман. И я считаю, что тем более там число вакцинированных не так много, поэтому степень контагиозности этого вируса, думаю, что тоже не будет очень большой. Думаю, что это мало будет отличаться по своей контагиозности, по своей силе от штамма вируса Дельта. Большое вам спасибо. Я напомню ситуацию с коронавирусом. В Азербайджане мы обсудили с доктором медицинских наук, пульмонологом Адалятом Абдулаевым. Продолжение следует...